Всем привет. Меня зовут Александр Денисюк. Я занимаюсь разработкой интеграции 1С. Рядом со мной Алексей Кирсанов, который руководитель лаборатории. И сегодня мы поговорим об интеграции 1С с интернет-магазином. Картиночка на экране. О! И сразу следующий. Не забывайте ставить наше приложение, задавайте в нем вопросы. Мы будем отвечать в течение доклада. После доклада попробуем ответить, если будет время. И после уже всего мы опять же будем отвечать. То есть вопросы неотвеченными не останутся. Ставьте вот приложение. Bittrex.conf. Интеграция с 1С – одно из важнейших направлений нашей компании. Она постоянно дорабатывается, постоянно что-то изменяется, обсуждается с партнерами, с клиентами о доработке новых фич. Поэтому мы очень усердно им занимаемся. Зачем ставить наш модуль интеграции? Если представить наш модуль как пирамида, то фундаментом этой пирамиды будут уникальные возможности. Те уникальные возможности, которые есть только в нашем модуле, и которые клиенты и партнеры очень сильно просили. На втором месте – это механизмы отладки и быстродействия. Потому что данных может быть не очень-очень много, и очень важно, когда данные попадают вовремя и не нагружают ни сервера 1С, ни сайт. Ну и, конечно же, на вершине пирамиды – это поддержка. Поддержка у нас постоянно проводится вебинары. Есть техническая документация, в которой описан файл XML, который формируется, и который можно, если при необходимости, кастомизировать наш обмен. Также есть… Можно обратиться в техподдержку и задать вопрос. Или на нашем форуме специально есть форум по интеграции 1С, на котором можно также задать вопросы. Я или другие форумчане могут помочь и решить ваши проблемы. Если же говорить об уникальных возможностях, то одна из самых важных возможностей, которые у нас реализованы, это пользовательское дерево групп, которое позволяет выгружать из 1С иерархию товаров, отличную от той, которая в 1С. Потому что, как правило, в 1С иерархия товаров, она строена так, чтобы она была удобна для менеджеров, которые работают в 1С. А на сайте должна быть та иерархия, которая удобна для клиентов, чтобы можно было заказывать товары, чтобы было удобно. Поэтому мы реализовали такую возможность. На втором месте стоит разделение обмен документами, документ в режиме реального времени. Этот функционал позволяет получать документы в 1С, практически мгновенно. То есть клиент сделал заказ или отредактировал его, и эта информация сразу же попала в 1С. И уже в 1С менеджер по продажам уже может что-нибудь с ними делать. Или отгружать, или отклонить. У нас сильно был переработан механизм обмена документами. Алексей более подробно расскажет в разделе контейнерного обмена, но там колоссальные просто изменения были. Также были реализованы механизмы отладки, так называемое логирование, в котором будет логироваться все, что происходит с обменом. Там все ошибки, сколько по времени выполняется. То есть механизм отладки, если он долго выполняет с обмен, то всегда можно понять, в каком блоке он долгий, и если что, его как-то доработать и исключить в какие места. Если говорить о механизме оптимизации данных, то, конечно же, на первом месте это пакетная выгрузка данных, которая разбивает объем передаваемых данных на кусочки, так называемые пакеты. Например, выгружается 10 тысяч товаров, и если указать, что у каждого пакета по 100 товаров, то получится у нас будет 100 пакетов. И если будет сбой хотя бы в одном пакете, то это не нарушит обмен данных, и данные не получатся только с одного пакета. Это повысит стабильность. Также была доработана оптимизация загрузки данных. Внедрили так называемую версионность. Версионность — это так называемый маркер. При создании или редактировании объекта он изменяется, и при загрузке на сайт сверяется этот маркер. Если он такой же, как и был, то этот элемент пропускается, и сайт его не обрабатывает. Если он отличается, то сайт его обрабатывает, загружает. Это серьезно, так значительно сокращает время обработки. Ну и, конечно же, очень такой функционал — это выгрузка только новых измененных картинок. В свое время мы сделали анализ и пришли к выводу, что около 95% объема данных — это файлы и картинки. И, конечно же, имела смысл… И картинки те же самые практически. Очень редко они бывают новые. И поэтому, конечно же, имеет смысл уже только новый измененный, который в разы сократит объем перерывных данных. А меньше объем — это увеличит скорость обмена, потому что не тратится время на передачу. И также получается стабильность, потому что во время передачи данных могут быть разрывы соединения. И поддержка модулей. Как я уже говорил, это вебинары. Мы на регулярной основе периодически проводим вебинары, в которых мы вам скажем, что новое реализовано, или решаем типичные ошибки, которые совершают партнеры и клиенты при настройке наших модулей. Также форум, который я сказал, в котором можете задать любой вопрос, или какая-то серьезная ошибка возникает, или несовместимость нашего модуля с новыми версиями конфигурации, можете писать на форуме. Я довольно-таки часто его смотрю. Если какие-то серьезные ошибки, я их сразу исправляю или помогаю клиентам, партнерам. Документация. Документации у нас две. Есть руководство пользователей, которое редически обновляется, и также техническая документация, о которой я тоже говорил. В общем, ставьте наши модули. Сейчас мы поговорим про функционал, который был реализован в 17-й версии Boost. Это контейнерный механизм обмена. Сейчас я символ власти заберу в виде кликера и немного расскажу про контейнерный механизм, что это такое и зачем. Кроме всего прочего, нам этот механизм позволил увеличить скорость обмена. Это пока тесты, которые мы провели внутри отдела разработки, то есть это не отдел производительности проводил. Тесты довольно простые. На одном заказе с одним товаром, одной отгрузкой, одной оплатой. Это первый тест. Потом, когда в заказе много товаров, на 50 товарах тестировали. И, наконец, тестировали большой объем, ну, относительно большой объем, 50 заказов, которые шли в одном документе. Вот графики, которые представляют то, что было и то, что стало. Выигрыш вплоть до двух раз у нас по сравнению со старым обменом есть по скорости работы. И, кроме всего прочего, мы выигрываем по памяти. Выигрывает расход по памяти. Также, смотрите, до двух и даже больше, чем в два раза идет выигрыш по памяти. Несмотря на то, что это не было основной целью, но это приятное, вспомогательное, так сказать, достаточно важный атрибут нового обмена, контейнерного обмена. Что же это такое? Несколько изменился XML-файл, который используется для обмена. Если в старом XML-файле каждый документ шел независимо, и к чему это приводило? Во-первых, это приводило к тому, что повышалась богоемкость алгоритма. Ведь, допустим, пришел к нам заказ с флажком, что он оплачен. Мы должны что сделать? Мы должны создать оплату, создать счет, поставить, что он оплачен, даже если это фиктивный счет. Вдруг после этого пришел счет, но на полсуммы и тоже оплаченный. Что мы должны сделать? Мы должны еще один счет создать, мы должны старый поставить, что он не оплачен на самом деле, новый оплаченный. То есть приходилось догадываться. Это все приводило к ошибкам потенциальным. То есть догадка могла быть неверна, это могло не соответствовать ситуации, реальной которой в 1С. Кроме того, так как каждый документ приходил отдельно, каждый документ приходилось отдельно поднимать, заказ поднимать, анализировать, что происходит. И больше затрат было на это дело. Теперь в новом контейнерной схеме все связанные документы, все документы, которые связаны с заказом, то есть заказ, счета, отгрузки, товары, склады, все приходит в одном контейнере. И этот контейнер мы единоразово сразу обрабатываем. В этом случае получается что? Богоемкость меньше, потому что мы имеем четкое соответствие того, что есть у нас на сайте и того, что есть в 1С. То есть у нас нет необходимости догадываться, а что означает пришедшая оплата на половину стоимости заказа. Кроме того, простая логика, она увеличивает скорость, потому что мы подняли весь набор объектов, обработали его, положили в базу, все, то есть это быстрее, чем по каждому объекту отдельно отрабатывать. Кроме того, мы поработали над возможностью кастомизации. Наверняка кто пробовал, знает, что в предыдущей версии единственный способ кастомизации это скопировать все и там что-то переписать, чтобы оно работало. Теперь мы попытались сделать возможность подлезть в наш стандартный механизм импорта для того, чтобы реализовать какую-то свою логику. Целиком свою или частично свою. Вот дальше немного хардкора, как это происходит немного. Значит, мы попробовали использовать в качестве базового паттерна для импорта шаблонный метод. Суть его в чем? Базовый класс определяет алгоритм, но конкретные шаги этого алгоритма, то есть реализация конкретных шагов, она остается на откуп класса наследникам. Вот в принципе это здесь схематично изображено. На самом деле там несколько более сложно, но я вырезал лишнее, так чтобы понять не было. То есть есть шаблонный метод процесс, который берет данные, подготавливает данные и засовывает их в базу. Но как он это делает, это остается на откуп класса наследникам. Естественно, что есть класс наследник, который работает стандартным образом для нашего стандартного обмена. Естественно, что вы можете наследовать этот базовый класс абстрактный, вы можете наследовать наш класс, если вы хотите не с нуля, а так сказать переопределять какие-то наши шаги и реализовывать свой собственный импорт частично или полностью, в зависимости от того, какие потребности у вас возникают, в зависимости от того, какая стоит перед вами задача. Вот в данном случае полностью перегружается наш стандартный класс импорта. Единственное, что да, нужно будет свою точку входа подготовить, потому что точка входа у нас сейчас определяет и инстанцирует наш класс импорта. Вам, естественно, нужно будет подготовить точку входа, которая будет инстанцировать ваш класс. Но у нас это компонент, проще всего скопировать компонент, который это все… Код примерно такой, да, запускает ваш класс и в принципе класс начинает работать, объект этого класса начинает работать, отрабатывает ваш собственный вариант импорта. Давайте рассмотрим вот эти три шага, которые базово проходят импорт в текущей новой схеме. Первый шаг – это разбор. Если вдруг вы перегрузите наш класс и отнаследуете, и захотите перегрузить метод разбора, зачем это можно делать? Это можно делать для тех случаев, когда у вас разбирается нестандартный коммерс-эмэль документ, который наш разбор разбирает сам, то есть там перегружать где-то этого не надо. А если, допустим, у вас в JSON приходят данные, вовсе не в коммерс-эмэле. Тогда в этом случае вы можете перегрузить этот метод и реализовать разбор с JSON, а дальше идет стандартными механизмами, уже нашими, конвертация, загрузка. То есть вам там ничего делать не надо, оно само сработает. Естественно, что есть набор вспомогательных классов, которые позволяют облегчить процесс загрузки. Они, естественно, написаны именно для коммерс-эмэля обмена. То есть если вы хотите влезть в наш обмен, но не сильно, то есть в принципе тоже коммерс-эмэль, просто алгоритм немного другой, вы можете пользоваться нашими базовыми классами для того, чтобы обеспечить какую-то вашу логику, но в более простом виде, алгоритмически, проще, чем переписывать все заново. Преобразование – это механизм, который из исходных данных подготавливает данные, которые нужны объектам Bittrex, объектам магазина для вставки в базу. То есть он берет сырые данные и преобразует, делит, какие данные для заказа идут, какие для оплат, какие для отгрузок, где товары. В общем, подготавливает необходимые массивы, которые уже будут потом в объекты вставляться и в базу. Именно в этом методе разумно менять, добавлять и как-то перестраивать данные. Например, в данном примере, допустим, к нам приходит обмен, который приходит заказы, приходят отгрузки, но обмен построен таким образом, что оплата не приходит. Вот в данном случае мы генерируем фиктивную оплату, оплату, да, оплату фиктивную генерируем, документ оплаты, то есть меняем алгоритм, подсовываем фиктивную оплату и продолжает все работать стандартным образом, хотя несмотря на то, что реально документы оплаты к вам не приходят. Естественно, пользуемся мы здесь, опять же, можем пользоваться какими-то классами вспомогательными, которые мы предоставляем, то есть это не низкоуровневый код, это достаточно высокоуровневый код. Есть необходимые классы, которые обеспечивают уже функциональность работы со стандартными данными. И, наконец, импорт. Это самое главное, самое интересное. Это то, что засовывает подготовленные данные, наконец, в базу. Это самый главный процесс и это наиболее типичный момент, который требует кастомизации. Ну, здесь для примера я привел совершенно такой простой пример. Идет ссылка на стандартный импорт, а потом в случае ошибки мы скидываем это дело в лог. Но, естественно, может быть более сложная какая-то кастомизация вплоть до полной перестройки импорта. Опять же, опираясь на наши стандарты низкоуровневые классы, либо реализуя логику самостоятельно. Это я рассказывал про кастомизацию, которая глубокая, да, то есть полностью перегрузка класса импорта. Но иногда достаточно более простых вещей. Есть более простые механизмы, как можно вмешаться в экспорт-импорт, ну, так, чуть-чуть, когда не кардинально, а чуть-чуть. Для этого есть механизмы настроек, критериев и коллизий. Что это такое? Зачем это нужно? Это выполняется как раз на шаге импорта. Механизм настроек нужен для того, чтобы переопределить, иметь возможность переопределить базовые настройки импорта. Например, поменять платежную систему по умолчанию, которая подставляется, или аналогичные вещи. Механизм критериев служит для того, чтобы определить, нужно ли обновлять сущность. То есть, если версия сущности в базе совпадает с версией сущности, которая пришла нам в обмене, то ее обновлять, очевидно, не нужно. Это базовая логика, но вы можете изменить ту логику на свою, на какую-то кастомную. И, наконец, наиболее интересный механизм – это механизм коллизий. Это механизм, который позволяет определить, насколько консистентны данные, которые пришли к вам в обмене, можно ли их вставлять в базу, и нужно ли их вставить в базу просто так, нужно ли их вставить в базу и пометить этот заказ, как заказ, который менеджер должен проконтролировать, посмотреть, все ли хорошо, или, может быть, это вообще не надо вставлять, а нужно пометить весь заказ как важный для того, чтобы менеджер зашел и ручками там что-то поправил, потому что как-то все плохо с ним. Вот как раз для этого механизм коллизий служит. И вот в этом примере здесь как раз описан пример коллизии кастомной, которая что делает? Она смотрит, что если заказ у нас в магазине уже оплаченный, то мы помечаем, и он приходит в обмене, как будто там что-то меняется, мы помечаем этот заказ как важный, типа оплаченные заказы, менять нельзя, пусть менеджер разбирается, к чему он пришел вообще. Мы реализовали наследника класса коллизии стандартного, на событие свой обработчик повесили, в котором мы зарегистрировали нашу коллизию. Ну здесь единый механизм регистрации, он регистрирует и настройки, и коллизии, и критерии одним оператором. Вот в общем-то мы настройки и критерии взяли стандартные, а коллизию зарегистрировали нашу кастомную. И теперь при попытке вставить заказ, если заказ уже оплачен у нас, заказ будет помечаться в базе, в магазине с ошибкой, чтобы менеджер мог посмотреть, ага, заказ ошибочный, нужно что-то с ним сделать. И вот для вот этого механизма, для таких механизмов не нужно кастомизировать, не нужно перегружать класс, не нужно свою точку входа делать, а достаточно подвесить на события и кастомный класс коллизий повесить, от наследующего нашего, свой написав. Таким образом это более простой способ подлезть в алгоритм, но для более простых вещей. Таким образом мы попытались вам дать, во-первых, возможность пользоваться нашими до какой-то степени стандартными блоками, даже если вы целиком строите свой импорт, а пользование стандартными блоками, как вы понимаете, вещь хорошая. Почему? Потому что все меняется, магазин меняется, федеральный закон опять же вот новый, потом будут новые федеральные законы. Если вы сделаете полностью кастомное, то вам придется полностью это и поддерживать. А если вы будете опираться на какие-то стандартные базовые классы, базовые методы, то мы постараемся со своей стороны все поддержать. Вот. А в дополнение к этому еще и скорость в два раза, и память в два раза меньше. Так что вот это такой интересный механизм, который мы вам предлагаем изучить и попробовать, если вам нужна кастомизация, если вы используете это дело, попробовать внедрить у себя. Саш, чуть-чуть я потороплю. Ага. Если смотреть по настройкам, то настройки 1С практически не изменились. Они остались такие же, как были в шестой версии. Сама изменения были в самом коде. То есть получилась новая схема и небольшие доработки. И чтобы закончить этот блок, я расскажу о основных типичных ошибках при настройке обмена. Подавляющее большинство ошибок, связанных там, как правило, говорит о том, что у них долгий обмен. Это связано с тем, что и товары, и документы, хранятся в одной настройке, выгружаются вместе. Как правило, есть такое понятие актуальность данных. И для документов требований к актуальности данных она отличается от тех, которых товары. Как правило, она чаще. Поэтому не имеет смысла выгружать эту информацию одновременно, потому что получается, что лишняя информация постоянно гоняется, из-за чего нагружается сервер 1С и ВИБУС. Поэтому лучше их товары выгружать отдельно, документы отдельные. И эти обмены с друг другом не конфликтуют. Еще очень серьезная ошибка – это всегда полная выгрузка. Полная выгрузка, по сути, это регламентная операция, которая отличается от режима изменения только тем, что при полной выгрузке выгружаются все товары, и товары, у которых нет выгрузки, они деактивируются. Эта операция нужна, но, как правило, ее нужно выполнять не каждый день и не каждый час, а только тогда, когда нужно деактивацию. В остальных случаях подойдет выгрузка изменений, которые выгружают только изменения по товарам, по остаткам, по ценам. Но так к времени немного еще хочу заострить внимание на выполнение обменов однотипных данных. В BUS есть такое ограничение. Не может выполняться одновременный обмен двух обменов однотипных данных. То есть, например, если выполнится обмен товарами одновременно, то тогда они начнут конфликтовать между собой, возникнет ошибка. Поэтому если вы настраиваете обмен по расписанию, то нужно это учитывать и как-то предусматривать. По другим типам обшивкам я могу вам в куларах ответить. Они тоже очень важные, но время. Сейчас мы поговорим о новом функционале, который появился в версии модуля, который будет в 6.5. Это взаимодействие интернет-магазина с ККТ через 1С. Всем уже известно, что появился федеральный закон 54. О нем я рассказывать не буду. В каких случаях полезно решение нашей интеграции? Это в том случае, если у клиента есть оффлайн-продажа и онлайн-продажа интернет-магазина, а касса одна. В этом случае получается, что должен быть менеджер, который делает… или кассир, который делает чеки в 1С. И также с этого же аппарата должны печататься чеки из интернет-магазина. В данном случае это наше решение поможет. Второй момент, когда может помочь, это когда рассылка чеков клиентам осуществляется через механизмы 1С. Они появились, и там можно отсылать через SMS, через электронный ящик. Если клиент доволен этим решением и не хочет ничего менять и не настраивать Boost, то он также может печатать все через 1С, и 1С прекрасно будет все рассылать к клиентам по SMS или по электронной ящике. Ну и еще в таких же случаях может быть, когда невозможно установить приложение наше, которое взаимодействует с Boost и печатает чеки. В этом случае также… Это может быть, например, другая операционная система или какое-то сложное торговое оборудование, которое не поддерживается в нашем приложении. В этом случае также поможет наше решение. Как работает этот механизм? В режиме обмена реального времени заказы вместе с оплатой попадают в 1С. 1С смотрит, нужно ли печатать чек по этой оплате. Если нужно, то он эту оплату помещает в очередь печати чеков. И дальше он продолжает дальше обмен. В это же время запущенный клиент 1С, который печатает чеки, смотрит эту очередь сообщений. Если же видит, что нужно печатать, он берет этот печатный документ, чек отсылается к клиенту, если необходимо, а при следующем обмене вместе с этой оплатой попадет информация о чеке на сайт. И на сайте, если необходимо, можно также делать рассылку или также может быть в личном кабинете. Также еще хочу подчеркнуть, что в этой очереди может работать сразу несколько касс, то есть получается параллельная работа. Например, если очень большой магазин, где куча заказов, то одна касса может не успеть все это печатать. Или же, например, хотят сделать, чтобы была более высокая отказоустойчивость. Если одна касса сломалась, то вторая могла печатать. В данном случае механизм очередей это позволяет. Как же это все выглядит в 1С? По реал-тайму выполняется обмен. Чтобы печатались чеки, нужно запустить клиент, зайти на форму, где все это печатается, и указать кассу, кКМ, которые должны печатать документы с этой очереди. Ну и кассира. Если не открыта схема, рабочая смена, то открыть рабочую смену и нажать на кнопку начать печатать. И тогда эта форма будет постоянно мониторить очередь печати. Если необходимая, то будет печатать чек. Кратко хочу сказать о механизмах распознавания контрагентов. Совсем кратко. Очень многие не понимают, как распознаются контрагенты, когда попадает заказ в 1С. Здесь предоставлен алгоритм, как это все происходит. Вначале при загрузке контрагента сначала смотрится какой-то идентификатор. Если это идентификатор 1С, то тогда по этому модификатору учится контрагент. Если же это не находится, или это идентификатор Boost, то начинает искаться по модификатору Boost. Если же не находится по этому модификатору, то тогда она начинает искать по дополнительным признакам, которые в настройке. Это может быть как поиск по номинованию, так и поиск по ИНН плюс КПП. Причем раньше у нас искалось только PNN, а в новой версии будет по связке INN плюс КПП. Или же не искать и сразу подставлять, не искать и сразу создавать нового контрагента. То есть настройка, которая регламентируется в бусе, которая PNN, наименование, это уже третий уровень поиска контрагента. Поэтому контрагент может найти, подставиться другой, по идентификатору. И какие планы? В ближайшем будущем мы рассчитываем реализовать обмен остатков и цен в режиме реального времени. То есть изменяются цены или остатки в 1С, и эти данные сразу попадают в бус. Также у нас стоит в плане новый импорт, доработанный импорт товаров сайта. То есть он станет более гибкий, там будет больше настроек, там больше будут установлены отборы, какие данные загружать, не загружать, он будет пакетный. Ну и, конечно же, очередь обмена данных. Это чтобы два обмена однотипных данных не конфликтовали между собой. Где можно скачать наш модуль? Наш модуль вы можете скачать на нашем сайте, ссылка показана свыше. На этой странице представлены последние версии нашей модулей для торговых конфигураций 1С, представленных стран России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Также с этой формы можно перейти, скачать более старые версии, можно посмотреть, какие ключевые изменения были сделаны. Если там есть версия модуля, она синий, если она красненький, то значит, этот модуль вышел недавно. Также на эту страницу можно перейти с нашего модуля, там есть пункт «Проверить версию модуля». Если версия старая, то он предскажет, какая вышла новая версия, с какими изменениями и с адресом на вот этот сайт. Так что рекомендую вам ставить наши модули. Они очень серьезно так сэкономят время на интеграцию, потому что адаптировать всегда быстрее, чем разработать с нуля. К тому же у нас постоянно есть очень много функционалов, которые есть в бусе, и чтобы они взаимодействовали, лучше ставить наш модуль. Спасибо, коллеги. Спасибо за внимание.